Таким саппортом, как Даззл, еще совсем не приятно. Помочь тебе никто не может, если начинает фир обычно с ботинком, если что-то еще до четвертой минуты подберет. Ну Магнуса забанили, не Эмбера, Магнуса, потому что... Ну, кстати, Эмбера могут еще и сами взять, вот тоже такой момент. Могут и оставить. В Паунтихантере еще в поле остается тот же сигнатур, как... Да, да, да. Но Паунтихантеры берут обычно под Эмбера. Вот банят Мипа ожидаемо. Ну, Сикрет могут взять БХ, потому что это все равно их игра. Будет. Да и в первой, собственно, они играли, да, за БХ за фортом. А могут взять Хускара? Ну, не против Джаггера, я бы не сказал. Ну, могут, конечно. А что Джаггер-то? Джаггер боль не так хорош. Больно бьет лицо. Я не соглашусь. Джаггер на самом деле не контрит. Хускара вообще никак. Хускара не контрит. Но просто все-таки Хускара приятно взять, когда у врагов много маг-дэмэджа, мало физ-дэмэджа. Джаггер-то уже много физ-дэмэджа. Джаггер сам вообще никак не пробивает Хускара. Он идет под армором Дазла, покупает себе армлет, доминатор, алебарду и идет ломать тебе бараки. А у тебя на Джаггернауте в лучшем случае в это время Баттлфьюри и может быть Яша какая-то или Санж или что-то там. Неудача, ты какой-то Джаггернаут получился. Плюсом идет там быстрый Кирошан как раз под Дазлы тут забирается. И давление, давление. Если еще Пупей соберет Солар Крест, то действительно Хускара с алебарду и Солар Крест там пробивать пока некому. Это возможно, но я на самом деле почему-то сомневаюсь. Вот после бана Тимбера наклевывается. Наклевывается. Но Оперейшн-то есть. Оперейшн-то есть. Есть. Для Эбл-жейн. И Shadow Demon есть? Саганим. А что Shadow Demon-то? Ну Саганима! Ну ты часто видел Оганим на PPD? Один раз видел, как купил Илон, а то проиграл. Именно на PPD. Нет. Не важно на каком персонаже. Но PPD не пойдет на Найт Сталкера, а Фир? Очень вряд ли. На самом деле Эгэ, если сейчас Team Secret не заберу с Кускара, то они сами могут его взять. Он нормально тоже может идти. Ну блин, уж битвы с Кускарой, я не думаю, что... А что нет-то? Ну просто обезоружит команду Сикрет. Варка и Кускар. Как раз нету этого Вентра Верны, берется Варка и нету Тимберсова, еще можно и Кускара подобрать. Такие два плюс-минус контра. Пупей законтрил, да, Бадами? Свои пики. Но если PPD сейчас доберет себе саппорта, то скорее всего, да, это будет тот самый Кускар, может быть. Все понимает, он сейчас, мне кажется, будет отвечать мидерам просто. Видишь, ты мидера соперника, бери уже своего мидера, нечего тут тянуть. На самом деле, PPD все так же может ответить опарейшнам заранее. Там и Даззл, и теоретически Кускар, и оба как бы страдают очень серьезно от опарейшнами. Можно он алхимиком ответить? Ну и, собственно, ЕГЭ ничего не мешает брать опарейшнам. У них, по-моему, все будет неплохо. Все так же. Вопрос, хочет ли PPD выменить этого Кускара? Вполне возможно, почему нет. Потому что проверят, как карты открывают. Проверят. Ну, вообще-то, да, PPD может взять опарейшнам потом, увидит, как Кускара возьмет и кто у него закрывает. Ну, что-то я все равно сомневаюсь. Мне кажется, что Энви хочет в каком-то другом герое. Сейчас хлопчик досмотрим. Хотя героев не так много хороших тут, действительно. Всякие там антимаги и так далее, которыми Энви играет, но не очень смотрятся, прямо скажем, слишком слабо на старте. Ну, картовок это не Эмбер, просто антимаг он на определенной стадии, как при сборке своего Battle Fury, он каким-то жестким не становится убийцей. А Эмбер как раз под Магнотауром, это было очень довольно-таки сильно. Эмбер для ЕГЭ. Нормально, своровали. И вот теперь Хускара. Самое время. Пахаем Хускара. Ну да, там два фармилы, почему бы не взять Хускара и это будет такой подпуш как раз. Там пока появится, пока эти Battle Fury появятся, пока они дэмэдж будут наносить как-то. Ну, получит Operation сразу в лицо. Ну, по идее должен получать. И как бы он развалится, этот Хускар? Ну, я бы не сказал, кстати. Operation это не панацея. Понятно, что он это панацея. Очень неприятно. Очень неприятно, но можно играть. Нереально неприятно. Ну, а Хускара без своего Хилана это вообще не боец. Если сейчас Хускара заберутся, ЭГЭ заберутся и Апарата, и в последний пик вообще можно смело Бруду забирать. Спокойно. Какой бы... Можно. Бруда, кстати, по-прежнему здесь смотрится. Неплохо. Да можно Бруду уже прямо сейчас брать, мне кажется. Тинни. Тинни. Это саппорт Тинни? Тинни, какой саппорт Тинни? Ну, потому что... Похож он как раз таки на саппорт Тинни для PPD. Потому что играют только... Пайлайдань. Да, Пайлайдань. Виха играет на этих двух персонажах. Да, В3-3 играет на ВР-ке и Тинни. Мне кажется, ЭНВ может на Тинни сыграть. Да, может, конечно. Он же и на ВР-ке, наверное, в перспективе может играть. Ну, вот... Вот не его, а не его персонажи. Его должны Эмберы всякие играть. Ну, типа, да. Тинни, который разок-другой играет крипов Смиды и... ВР-ка Эмбер просто там изничтожит. По этому поводу Эмбер вообще не сможет ничего тогда делать. Он и так-то там не радует против ВР-ки стоять. А тут еще и крипов воруют. Вообще не кайф. Это возможно. Ну что? Тогда их у Скарлоспик. Ну, там дайинг сигнатурный, егэшный. Не, ну, вообще, да. Хускар теперь смотрится очень неплохо. Ну, если его не забанить. Ну, надо бы забанить. Собственно, бан есть. Я думаю, что забанят. Потому что Хускар как раз был тогда. Когда был теннисом. Байтит, байтит на Хускара. Отмечаю. Ну, давай, посмотрим. Вот насколько он жесткий капитан. Да нет, ну, блин. Если мы это поняли... Опустится он в глазах Егора. Я говорю, если мы это поняли, то я думаю, что Пиди это понял тоже. Но, другой вопрос, что... Знаешь, Пупи... Слишком очевидно. Слишком очевидно, да. Да, 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 да. Это как-то уже... Стимберсоу забанят. Как будто бы байтит, байтит, байтит у Хускара. А я возьму... Брудмазер. Брудмазер. Некроб. Брудмазер неплохо смотрится, кстати. Четыре милишника. Останавливать ее... Брудмазером забанил. Брудмазером забанил. Забанил Брудмазер. И вот выход Хускара тогда. Выход? Выход силы в Хускара? Ну... Ну, сейчас взорвется зал, потому что это точно будет Хускар. Ну, не, томи, давай. Пум-пум. Ты же уже все знаешь. А вдруг это Некробос, действительно? Он такой, типа... Брудмазер действительно прям шейвином выглядел, поэтому... Против Хускара, наверное, даже попроще тут бороться будет. И еще не факт, что его секреты возьмут. Ну, это да, это далеко не факт. Но вообще сейчас ситуация позволяет. Как бы все герои в бане уже. Вся контра. Какая могла была быть. И... Вроде бы... Ну, есть Лина вроде как. С Аганимом. Ну, что у нас там? 20 секунд, 15? Да, да, да. Ну, Хускар, ну... Сейчас убей. Сейчас Рикки Мартина возьмет. Хускар. Хускар. Ну, это читалось, скажем так. Ну, и сразу Венгар. Моментальный, мгновенный Венгар. Он все знал. Он все знал. Мальчик. Посмотрим. Была ли это ловушка или... Все верно. К словам Артура нечего добавить. Мы просто передадим слово нашим комментаторам. Наши аналитики не зря просто аналитики. Они все когда-то были капитанами топовых команды. И поэтому они знают все лучше всех. Ну, кроме нас, конечно. Мы продолжаем смотреть с вами однозначно самый интересный матч. У Мажора, возможно, самый интересный матч этого сезона, этого года. И пока смотрится он действительно очень круто. Во-первых, две карты были великолепные. Посмотрим, какой будет третья. Да. Ну, вообще, стадия драфта проходила в таком, знаешь, при полном понимании всего происходящего и одним и другим капитаном. Оба понимали, что кто будет брать, на какой пик. Как против этого играет. Да, 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 да. И сейчас поглядим, смогут ли команды так, как это было задумано в головах своих лидеров. Ну, это будет очень интересный матч. Вы прекрасно понимаете. Вот сидят команды. Начинается игра. Вот центральная трибуна уже полностью заполнена людьми. Ну, что же. Game 3. Да. Третья каточка. Ну, и начнем, наверное, с представления команды. У нас тут Мизери бежит на тусики. Рядышком с ним интернет на ленге Хускар, Виха, Виндрейнджер, Пайвайдай, Тини. И на нижней линии у нас Пупей, который опять на дазнер. Артизи играет на Джаггернауте. Пипедили, Питер Даггер играет на Vegetable Spirit. Фир на Undying. Смейл играет на Ember Spirit и Universe на Найтсталкере. Хускар, у которого на этом мажоре просто невероятный винрейт. Я вообще не помню, чтобы он проиграл. Ну, его просто берут на последний пик, когда уже понятно, против кого ты будешь играть. И, ну, как раз вот в таких ситуациях, когда ты можешь с ним выиграть. Потому что, если его возьмешь на первый пик, естественно, будут проблемы к тому, что можно будет попытаться его законтрить. Но, так как... Ну, и не так сложно это сделать, кстати. Так как ППД был в курсе того, что будет Хускар, и тем не менее набрал этих героев, интересно будет понаблюдать за исполнением. Еще раз подчеркну, в первую очередь за исполнением. Ну что, поехали. Третья решающая игра. Напомним, что проигравшись завтра с утра будет играть финал Лузеров, а победитель будет же сразу в завтрашнем, уже можно даже сказать вечернем, потому что ну не совсем вечерний. То есть матчи один за одним идут. Приблизительно в три часа дня по Киеву в четыре по Москве. Завтра начнется гранд-финал первого мажора. Не пропустите, ребят. Завтрашний день ни в коем случае нельзя пропускать. Вы сами все понимаете. Как International пропустите. Ну да-да-да, было бы совсем неправильно. Тем более, что тут такие игры. Если вы хоть одну из сегодняшних игр пропустили EG и Secret, например, попали только на решающую третью карту. Настоятельно рекомендуем пересмотреть. Да, первых две. Ибо там было что смотреть. Тем более, что на ютубе они появятся буквально вот очень скоро. Youtube.com.dota2ruhub, там где всегда. Заходите и ищите. Ну тут Фир нашел тупее, гоняет его. Да, Фир причем весьма основательно взялся за Пупеху. Там 340 кп у Пупея. Ну ты смотри, что делает Питер Даггер. Он знает, что Суппорт Тини будет пулить крипов сюда. Он это прекрасно знает. Но нет, PPD просто так не даст это сделать. Забегает, не разрешает. Он спулит тебя Пайлайдай. И вот Пайлайдай, в принципе, толком-то ничего не может сделать сейчас. Вот понимаешь, тут действительно... Ну вот сейчас со второй попытки, наверное, спулит. Да, спулит. Ну это просто потому, что там и ВР-ка уже побежала. И в Винге там действительно уже ничего не светило. Но суть в том, что вот. Одно движение от PPD. И уже понятно, что он понимает, против чего они действуют. Кстати, нападение на Этернал Энви на топе. Его продолжают пробивать. Еще два удара нужно сделать. Винга! Нет, Энви отъедается. Отпивается Хилинг Сэлф. Телепорт, кстати, отменен в итоге на топе. Ну поняли, что в принципе нет смысла сюда тпшиться. Лучше оставаться в Лизу и там продолжать экшен. На Сумаил дерется с Пайлайдайом. Далеко залез, на самом деле. Да, да, да. Могут быть проблемы. Ну, знает, что Пайлайдай с Маной проблемы. Первый левел, поэтому наглеет немножко Сумаил. Ну и отгоняет его отсюда. Немножко, но все-таки отгоняет. Так, и Фир. Фир там еще немножечко по Мизери ДКМ попал. Ой-ой-ой. Не так немножечко поджал. Но Фир боится идти на руну. Хотя... Мог бы. Ну, сейчас тогда, сейчас там мог бы уже идти. Ничего бы ему там тусик не сделал. Подрались без дабл дэмэдж. Ну, не важно. В принципе, взял Мизери дабл дэмэдж. Окей. Ну, молодец. Фармит у нас пока Артур. На своем джиггернауте. Фармит, в принципе, без проблем. Проблем у Сумаила. Может, в миде так интересно стоит Сумаила Виха. Друг на друга смотрят. Виха не бьет Сумаила. Фармят крипов. У 6-2, кстати. У Вихи 10-2. Немножко выигрывает у нас. ППД совсем жестко прогнал Пупея с топа. Хотя сейчас заходит Энви, сразу же получает стан. И у ППД могут быть проблемы. Но съедается Манга Юниверсом. И он также прогоняет Энви. Как же горит эта Винга-то под стрелами. Это просто рвань. То есть, под первого левела по изымтачем и под второго левела стрелами. Просто какой-то лютый дэмэдж получается у Энви и у Пупея. Ну, мы понимаем, да, что эта связка начнет делать через пару минут. Это еще при том, что Винга относительно жирный персонаж. Как для суппорта. Там, 560 хп и 4 дницы брони. Это достаточно много. Ну, посмотри, как он Юниверса загоняет. И Юниверс горит. У Юниверса просто нет регена. А ППД лучше вообще не подставляться. Да. Пока тяжело. Пока жутко тяжело что-либо сделать с Энви. Прогнать его нереально. Он же прогоняет неплохо. Он себе на этой линии фармит. То есть, ну, Хускар пока не совсем понимает конкретно, что с ним делать. С ним должен делать ондайнг. То есть ондайнг просто приходит, кидает на него дикей, попадает, допустим, дикеем по Дазлу и по Хускару. Все. Два этих героя перестают быть героями в принципе. И уже можно прессовать. Можно нападать как на Дазла, так и на самого Хусика. При этом почти ничего не опасаясь. Там ставишь тамбу и все. И приплывали эти. Ну, возможно. Возможно. Так и должны. Да. В итоге Фир занимается тем, что прогоняет Мизери с линии. Может быть стоило поменять Вингу на зомби на этой линии. А Вингу вниз наоборот. Да, да, да. Вот. Вингу просто отправить вниз. Винга. Ну, типа Станпорд, Джаггернаут. Это вот, знаешь, классика жанра. Еще чуть ли там не со времен первых игр первой доты так использовалась. Ну, просто Винга очень, ну, очень никак смотрится на данный момент. То есть просто вот есть она. Что есть она, что нет, вот непонятно. Ну, да, да, да. Как бы зомби выглядел на топе, мне кажется, намного качественней. Ну, а Энди четыре с половиной левела тем временем уже нахаботал. Скоро будет пятый. И ушел еще куда-то Юниверс. Первая ночь. А что ты тут сделаешь, Юниверс? Ты третий левел. Куда ты пойдешь? На Даззла? Ну, Даззл в виду имел, в принципе, тебя. Ты его не убьешь как бы в мид на Виху. Тоже вряд ли. Ти не пойти поймать. Не так уж и легко. Ну, собственно, тяжело пока дается ЕГЭ вот, скажем так, начало и вот эти решения. Ну, Артур, тем не менее, снизу пытается загнать мизери. Ну да, вот я смотрю просто там тот же Энви имеет там 450 хп и там 370 сейчас УПП. Если бы сильно хотели, могли бы наброситься ИГ на этих двух. Ребят, просто уровни маленькие и тяжело достаточно пробивать своими обилками пока. И одного и второго. Ну, на Даззла можно напасть. Даззл кинь на себя Грейв, вас расстреляет просто Хускар. И наоборот. Так, у нас там Виха, 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 Виха! Крутос! И не добивает Сумаила. 40 хп у него остается. Одного выстрела не хватило Вихи. Одного выстрела. Ну, было близко. Что ты сделаешь? Там PPD чуть не сгорел. На базе... Ой, он может сгорит? Нет, нет, нет. Хускар начинает сжечь своей кровью. Зажигать танцпол. Да, пятый левел у Энви тем временем. Посмотрим, насколько быстрый у него будет армлет здесь. В принципе, должен быть быстрым. Не дает ее универсу спулить. Очень хорошо. Универс еще раз пробует это сделать. Получилось, получилось, да. Да, двух хрипов забрал. Ну, а куда у нас ушел Даззл? Даззл ушел домой. Скоро вернется опять-таки наверх. Ну, Энви почти шестой левел. Уже можно ждать от него врывов куда-то скоро. Ну, не куда-то, а в кого-то. В кого вариантов опять-таки много. Любого героя выбираешь соперников и урываешься. Да, тут же Гернаут сейчас будет уровень 6. И поэтому Мизери нужно быть совсем осторожным. Можно поймать Omni Slash и умереть вообще сходу. Так, Сумаил тоже скоро будет уровень 6. Тоже скоро сможет уже цеплять, врываться и убивать. Интересно, через что он будет играть, пока, видим, летит к нему тапок. Вообще у Сумаила пока по деньгам дела идут не так. Шоколадно там на АТО универс. Проблемы огромные и это ФАБ. И внизу нападают на Мизери. Мизери пока живой. Мизери нужна хелпа, есть шар, есть шарды. Может как-то постараться что-то сделать. Шар вкатывается куда? Вкатывается он в PPD. Пытается уйти Мизери и убьет, убьет Артизи. Ой, да ладно! Еще и крипы заковыряли вместе с вышкой сейчас Артура. А вот это для Мизери просто, ну, втроем, стамбой, по тавр нападали и он забирает мейнкерри соперника. Да, это очень крутой размен. Действительно очень крутой. Жалко, что XP и дали. Да, если бы еще XP насыпал, это было бы слишком уже. Так, 5-й левел, слишком много добра было бы для Мизери. Это ему карма за прошлую игру все-таки возвращается. Хоть XP и не насыпают. Так, и в Мизери сейчас готовится выход от Винги, ставится вард. Но тут вард также стоит и у Вихи. Там хостал в Ланге. Я бы вообще не шел бы сюда. Потому что, да. Потому что сейчас она просто через день надоест здесь стоит. Он просто развернется Виха и пойдет убивать этого Питера Даггера. Он ее вообще видел здесь или не видел? Вот, видит он его. Ну да, поджимается сразу хостан. Там сталкер просто выбежал с топа. Даже его испугался, а не Вингу. Ну вот у Сумаила фистов нет. Зацепить он никак не может. Так бы можно было, даже не глядя на хосту, попробовать напасть. Через фисты. То есть таки даже фисты чины. И поехали дальше Винга стан. Дальше там сталкер еще кем поднюкать. Ну а так в итоге один стан Винги. И вы с вами понимаете, что пацана на хосте из Виндрана вам не взять вообще. Даже как бы не старались бы. Ну да. Просто с Виндрана там хватит уже, не говоря уже про хосту. Продолжает стоять здесь PPD. Не знает конечно Питер, что его видно. Ну топ может быть догадывается, но такое. Снизу тавер, на топе тем временем тавер забирает Энви. Снизу опять экшен. И опять Артизи. Опять проблемы у Артизи. Мизери разбивает Варт. А нет, Варт не разбивает. Ну и прокляли Артизи и прогнали его подальше. Подумали, что Мизери уже разбил Варт. Нет, там тамбу надо еще разбить. Слушай, Артизи сейчас всех убьет. Убивать людей. Артизи убил одного. И там сейчас нужно убивать второго. Потому что там пойти закончились. Нужно просто пойти дать тычку с руки. Артизи. Артизи гигерись как мужик. Артизи Пупея ищет. Нашел Пупея Артизи. И прогоняет его отсюда. Тут уже бежит Питер Даггер. Может быть не стоит нападать на этого Артура. То сают, то сают Хускара. Тут Сумаил. Тут Сумаил. Тут Сумаил. Ловит Сан Энви. Будет умирать. И еще Пайлайдай. Пайлайдай тоже нужно ловить. Раскручивается Артизи. Да, полетел Сумаил за Пайлайдай. Пайлайдай. Проблемы не было. Сумаил с даблдэмэджем просто уничтожает. Еще и Вику поймал. Чейнавид, посмотри. Да, будет Сан Энди. Вот он станет. Шекл. Шекл. Был от Вихи. Закрывает шортами Мизери. Закрывает самого Сумаила. Сумаил с ДД. Надеюсь ты с ними. Уже маны мало. С Сигилами хочется. Но есть стик. И всегда можно уйти. Шекл! Виха! Сумаил будет прыгать вот сюда. Да. Не будет он никуда прыгать. Да. Вот так вот получилось. Какой замес-то начался. 0-0. 0-0. А потом на замесище. Просто бешеный. Вот такой вот снизу. Степа погибали. Один Артур начал драку и ушел вообще в живой. Говорит, ладно вы делитесь дырочки. Я пока пойду. Не, ну он вообще все относительно правильно сделал. Да, молодец. Да, прочувствовал то, что пора убегать. Что этот Хускар там может камня на камне не оставить на нижней линии. Да, он вовремя почувствовал, что пора нападать. Нападает на Мизери. А Мизери что-то вообще забыл. Вышки-то нет рядом. И в итоге да, он конечно закатывается. Поедет сейчас на Крипчика. Но его тут все равно убьют. Да, это минус Мизери. Вот это уже ошибка от Мизери. Явная ошибка. И Энви получает пока минус Арморчик. Тут заходит Фиер. Фиер получает себе на голову Этернал Энви. Есть Эвленч. И Цумаил вяжет двоих. Но Энви начинает раскидывать. Пошел Армлет. Портимейт через секунду. Будет кто-то подставиться, будет плохо. Но никто не подставляется. И вот начинаются проблемы с Энви. Начинаются реальные проблемы. Начинает этот товарищ играться мадриганом. Эта штука такая. Суперопасная. Ну да. Причем там даже Флэймгвард выглядит совсем вяленько. Потому что он еле-еле пробивает. Играть можно Армлет. Там чуть ли не под эффектом Флэймгварда в итоге. Знаешь, Флэймгварда там не особо-то и надолго хватает. В плане защиты. В плане атаки тоже. Ну что же. Энви на Т2 Тавр уже готов напасть. По деньгам тем временем. Секреты ведут тысячу голды. Тысячу, о боже. Двадцать экспы целых. О боже мой. Невероятное преимущество. Вырываются вперед. Хайп, хайп, хайп. Просто хайп, хайп, хайп. Как же они давят. Невистовый прессинг. Кстати, Мизери хорошо находит Фира. Начинает на него вкатываться. Потягивается Юниверс. Прожимает Даркнесс. Фир. Фир без кастов. Пытается подхилиться. Какой шекл! Шот под Юниверса. Юниверсу надо быстро убить Сумаил. Связывает, но не того кого надо. А Энви пытается убить. Убивает Энви. Посмотрим, сможет ли убить Сумаила. Энви. 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 Боже, что ж творит этот герой. Боже. Даззл плюс Хускар. Какая-то непобедимая комбинация. Армлетом он играет. Даззл его хилит. Грейвы кидает. Не знаю, как убивать этого героя. Вот на таком этапе с такими артефактами. Да, да. И ничего не могут сделать. Вообще ЕГЭ. Просто идет Энви. Топчет. И Пупей хилит. Ну, я не знаю. Надо как-то убивать Пупея. Или... Почему Винга последний пик? Ну, вообще, я не знаю. Ладно. Неважно. К пику не стоит возвращаться. Просто надо сейчас понять, что делать Evil Geniuses. Да. Нужно разработать план. Часто говорим про то, что, ой, там герои какие-то. Ну, ладно. Черт с этими героями. Вы их уже набрали. Вам нужно начинать понимать, что с этими героями нужно делать. Винга сама по себе неплохая. Там как суппорт. Потому что у нее хорошая аура с плюс дэмэджем. Хорошая аура с минус дэмэджем для противника. Отличный инициатор. Там на подсейф может сыграть. Но... Что тут инициировать? Тут Хускара, мне кажется, даже толпой сейчас убить не получится. Ну, толпой получится. Вот сейчас далеко Энви пошел. Очень далеко пошел Энви. Сумаил уйдет. Ну, непонятно, у кого больше проблем. Потому что Сумаил там тоже плотно подгорел. Слушай, он сейчас почти умер. Он умер. Нет! Отбивается Ботлан. Там 20 хитов осталось. Если бы он умер, это было бы, конечно, просто жесть. Сейчас какой-то полный... Это был бы слишком читерный герой. Хусик. Да, Доминатор появился тем временем у Энви. У Пайлайдая появились Аркантапки. Левел 5. Суппорт Тинни. А... Ну, вот тут Энви в лесу. Все у нее нормально. 12 стак. Ну, вы понимаете. Все... Все отлично у этого Хусика. Чувствует себя великой. Там Мидия. Мизери. В смоке. Вместе с Вихой. Вместе с Пупеем. Будет пытаться зайти кому-то в спину. Ну, и зайдут в спину, кстати, Юниверсу. Пока Юниверсу придет. Пинут пытался зайти, да, но в итоге встрял. Ну, мы идем и без Хускара тоже делают фраги. Проблема у ЕГЭ. Проблема у ЕГЭ. Надо пособираться до кучи, потому что Сикреты могут вот так просто и не простить. Да, да. Что-то совсем начинают плыть злые гении. Много надавали в последнее время. Уже две тысячи ведут команды Сикреты. О-о-о-о. В этом Best of 3 это невероятные деньги. Это просто... На полном серьезе. Ну, вообще-то, вообще у нас были матчи, которые там длились 40 минут, с максимальным преимуществом в 4 тысячи. Хускара забрасывают. И прыгает он в Артура. Артуру не решают. Артура закрыли. Артуру надо ультовать. Тут Эмбер хорошо. Ну, Диме насыпает. Артур умер. Артур умер до драки. И Самарил тоже сейчас умрет. Просто не хватает урона по Хускару. Не могут его пробить. Ну, уйдут от Тамбы. Спокойно заберут Тавр. Дазл выхиливает. Виха слезали. Виху надо сейвить. Грейва нету. Просто крип. Крип убил Сумаила с руки. Ну, бывает. Да. Такое происходит. Иногда мизери нужно забирать. А, куда ты идешь? Куда ты идешь? Там идет Энви тебе время. Слушай, двоих забрали. А, неплохо. Ну, двух керри забрали, правда. Ребята. Ну, там Грейва нет. 35 секунд до Грейва. Поэтому Энви не полезет сейчас драться. Да, Энви 10 сиков. Надо лезть, Энви. Пошел, давай. Давай. Давай, Джеки. Нет, Джеки... И там тоже крип. Везде эти крипы. Везде крипы все палят. Джеки говорит, все. Не было бы крипа, я бы пошел. А так, ладно. Ну, потеряли ВР-ку, потеряли Тусика. Да, забрали двух кор-героев команды Evil Geniuses. Но не без потерь. Так, что это за гост? Чей это? Это Энви гост. Хорошо. Словить будет, если надо. Неплохо. Так. Продолжает нападать он на крипов с подачи Кини. Слушай, такой план с Тосом Энви куда-то и потом прыжок Энви с ульта. Это ж прям то, что надо. Это пока девятый левел. Смотри, заходит Артизи. Будут пытаться фокусить Даззла, скорее всего. Да, будут нападать на Даззла. Даззла. Поймали. Ловит Даззл Стан. Раскручивается Артизи. Успеет Даззи. Пупей, Пупей. Не кидает пока Грэй. Вот он в гибу Грэйс для себя. Это шанс убить Энви. Отлично. Пользуется этим шансом сейчас ЕГ. И минус Пупей. Да. Вот реально нужно ждать, пока Пупейзар встали. И только тогда врываться. Потому что по-другому, ну мы сами понимаем, под Грэйвом Энви выписывает столько дэмэджа, что мама не горюй. И нельзя им в коем случае Сикрет там оставаться втроём, вдвоём. Ну да, да. Вот у Сикрет стратегия та, которую они всегда используют. Боже, боже, как им больно здесь. Да, нехило залетает. Ой, зомби на хайграунде. Фурстафов-то нет, надо улетать. Так вот, у Сикрет продолжают использовать свою вот эту стратегию 4 в 1. То есть там куча бафов, какие-то сейвы, там ещё что-то. Ну ладно, там ещё Веркан выделяется немножечко. Так вот, действительно нужно попытаться убить именно Дазла. Что вот этот 1 не смог действовать в полную силу. Ну блин, пытаться убить танка под неуязвимостью, это хреновая идея. Да, ну то есть суть в том, что Дазл на этот раз остался, ну, слишком близко стоял, понимает это и сам Пупейн. Ну такая вот получилась глупая уже ситуация, что как-то Сикрет и уже понакатанно решили давить топтать и оказался не в том месте Климент, где должен был оказаться. Так, связали PPD и это быстрый фраг на PPD, да, без шансов здесь для Manageable Spirit. Это 11-10 Сикрет. Да, немножечко получили там. Ну и Виха почти огоним. Чильно. Он вообще по деньгам всё хорошо у Сикрет именно у главных двух героев, но у ЕДЖИ, у них остальные ребята более-менее хорошо фармят. То есть там у Зомби нормально денег, у Сталкера тоже нормально денег. Ну у Эмбера так себе, у них 1000 голды, ПТ и Пурман Шилд с Аквиллой, вот такой вот у нас Эмбер Спирит, не с рвами, не с рапирами. Ну проблемы сейчас будет у Фира, Виха без Глинка, поэтому он просто так Фира цепнуть не может. Надо выбегать конкретно на линию, но Фир уже вот он, вот он уже запрятался и не хочет подставляться. Ну Тавр можно забрать. Миссис такой пробежал мимо Тавра. А вот можно ли забрать этот Тавр? Потому что у Артизи по-прежнему есть у меня слэш, пошел Смоук от ЕГЭ и опять начинается обход. Это будет очень интересно, Сигил. А если высвопнуть сейчас Эмби и попробовать быстро наброситься на Дазла, который пойдет спасать его? Ну а это вариант, кстати. Но лучше высвопнуть Дазла. Так Дазл просто изначально далеко стоит. Типа ты вытягиваешь Эмби, Дазл идет типа ой-ой-ой, сейчас его будут убивать, надо кинуть Грейп. Это просто забиваешь на Тускара и идешь с Дазла. Ты думаешь Пупей настолько одноклеточный, что он просто рейд-крика побежит вперед? Ну а это инстинктина, в смысле так, ну хорошо, но если не побежит, тогда убить Кусика, все очень просто. Есть еще Тускар с сейвом, есть еще Тинни, который может затосать кого-то туда и тут такие вещи. Не, ну понятно, что на бумаге опять же можно распланировать всякое, но как отреагируют за эти там полторы секунды игроки... Тележка, на, в голову тебе летит, страшно же. Да, тележка, кстати, забавная сейчас. Улетает Эмбер. Все эксплуатируют тележку, Ротикей вчера задумал тележку вообще. Ну это была высшая форма эксплуатации телеги. Нет, Ротикей просто говорит, заткнись, не кастуй ничего. Не кастуй, гори. Так, минус Питер, нет, Энви дает жить Питеру, просто испугали, покатился Мизери, зря, надо вернуться. Стягивает сюда игрока, пошла тамба от пира, надо уходить секретом. А, слушай, там вот. Слушай, и Сумаил больно очень. Пайлайдая убили, но Пайлайдая это суппорти не называет Энви. А что с Энви делать? Энви убивает людей. Энви убивает людей. И вот он Грейв. И все разбегаются, все понимают, что Энви нельзя. А, есть еще Армлет. Там уже Армлетом можно поиграть. Ну и Юниверс куда-то идет. Куда ты идешь, братан? Юниверс врывается в него, а Грейва нет. Слушай, а Грейва нет. И играет Армлетом Энви. Вон вы как его спасает. Боже, боже, боже. Он прям в жаре переключает Армлет. Я не могу на это смотреть. И убивает команды. Ну, 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 артизи остается один. Артизи остается один. А тут Виха, у которого лютный демэдж. Это минус Артур. Тимбайт. Полное, 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 полное вытирание команды из пяти мужчин. Один Энви в таверне. Да. Куда ж вы идете? Не идите на него. Не идите. Да. Играть с расчетом только на то, что там кулдау на Грейв, это такая себе идея. Не забывайте, там есть еще ВРК. Да дело даже не в ВРК. Дело в том, насколько все круто получилось в комбинации с Туском. Потому что Энви переключил Армлет, катясь в шаре. Да, и это было круто. Он появился уже с там... 500 хп. Все, его опять не убить. Идите сюда, братаны. Минус пять. 16-12 на 20 минуте. Таверс все-таки не забрали из Сикреты. И добивает его сейчас и Волжинис. Ух ты ж, блин. 7800 Нетворца у Энви. У Энви ничего в Каноу не появляется. Полторы тысячи. А у ВРК зато появился Аганим. И теперь это еще одна головная боль. У Артизи Батлфьюри через тысячу голды. Очень тяжело дается артефакт. Но у Дазла появляется медаль. Сейчас будет еще проще фокусить какие-то цели. Да. Которая потом превратится в Солар Крест. Солар Крест, который будет вешаться на Хускара. И... Ну, вы знаете. Так. Одиннадцатый уровень у Эмбер Спирита. Да. Мы понимаем, что у Эмбера денег нет совсем. Он совсем сейчас не боец. То есть его флеймгвард не делает ничего абсолютно... Ну, в принципе, команде Сикреты в целом, можно сказать. Что делать сейчас Эмберу? Смок. Смок и атака. Не знают об этом, конечно же, ребята из команды ЕГЭ. Вот он, Vision ЕГЭ. Они ничего не видят. Они могут прокликать какого-то там крипа, но все равно ничего не увидят. Потому что все отключено. И вот она атака от Сикреты. Привет, Юниверс. Бежать ночь. Бежать будет Шейкел от Вихи. Виха. Не связала. Тос. Да ладно. Поймали. Юниверса развалились. Супер вон Рыжан. Красиво. Красиво. Очень красиво. Не, ну и действительно очень красиво. Тут просто не поспорить. Такой интересный получается Тинни, катапультирующий одного за другим своих тиммейтов, у которых есть как раз цепляющие возможности. Это и Хускар, и Верка, и в данном случае Туск. Ну, самое что не есть, суппорт такой Тинни. Ну, это интересное исполнение. Ну, на этом турнире мы уже не в первый раз подобное видим. Ну, и слушай, идут, идут в узкий проход. Сейчас ЕГЭ нападает. А что они смогут сделать в этом узком проходе? Ставится топ-стол наверх. Тамбак, кстати, хорошо. Если тамбу не разобьют, могут быть проблемы. Залетает сюда Сумейл. Сумейл украдет Лейрошана. Нет, не украл. Энви забрала Эгит. Проблемы огромные у команды ЕГЭ. Джигернаут крутится, но толку с этого, если ты почти не наносишь угол. Пошел голь. Вот, наконец-то. Он умрет. Да. Да, и даже одну жизнь избили Энви, но забрали двоих. Но Энви сейчас пойдет драться. Нельзя, нельзя его убить. Приходит Сумейл. Пайлайдайт. Возможно, и умрет, но опять же Сумейл тоже умрет. Юниверс уже умер. Юниверс уже умер. Да, Юниверс тут ничего... Да ладно. Ну, минус четыре. Слушай, Энви остается один. Юниверс загорит. Его не убить не могут эти герои. Его убить сгорает просто сталкер. Сумаил. 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 Бежать. Энви за ним. Ну, ты знаешь, минус четыре – это всегда хорошо. Огромное количество денег заработали ЕГЭ. Да, не убили они Артизи. Не убили, извините, Энви, но они убили всех остальных. И, может быть, это и должен быть план на игру? Просто убивать всех и разбегаться? Нет. Рано или поздно вас этот Кускар убьет, пока вы убиваете всех. Ну, ты пока убиваешь всех, можешь заработать много денег. Ты можешь получить какие-то качественные артефакты. Сейчас, да. Какой-то башер на Джаггернаута. Сейчас эти деньги реально пригодятся. Но это, на самом деле, отчасти халява то, что произошло все именно так. Потому что все предыдущие разы Куск справлялся очень качественно с командой противника. Еще до того, как у него там все погибали. Ну, может быть. Что Тинни, Денай Тавра Миди, Виха. Надо что-то на дэмэдж паковать, криты нужны какие-то, что-то такое. Тамбас стоит здесь на хэкграунде. Бьют здесь не видно. Начинается такой. Донбас Твудер бешеный. Тамбас стоит дальше. Бывает. Ну, что же. Да, ну и продолжает свое движение. Сейчас Сикрет. Видим Владмер на Хусике. Точнее, на Тускаре. Лучшие Везуны на мажоре. Дарк Кохона это кто вообще? Дарк Коноха. Я не знаю, может кто-то из кто-то кто. А кто у нас остался вообще? 64 секунды и 17 шейков. Не знаю. Так, у нас… Это Симоноун. А, это… Этот… Котарахаяма, который… У нас Блиндаггер и Алибарда на Пускаре. Сейчас Джиггернаут, помимо того, что не вносит почти никакого… Блин, еще и Солар Крест. Я говорю, это беда. Солар Крест – это самая большая беда. Эй… Алибарда, Солар Крест, там столько месов, там столько живучести. 2000 хп. Это просто… Этого танка не пробить. Ну и еще стоит Даззл, как всегда. Да. Который просто по кулдауну должен вешать еще раз Солар Крест. Ему просто по фиг. Так, тут стоит… Ну все, прилетели. Надо драться, ЕГЭ. Надо что-то делать. Но, правда, сейчас вот ждут, пока Энви отошел. Почему ушли? Почему ушли? Ну, Крипчиков нет. А, Крипчиков нет. Ну, так они что зашли вместе с Крипчиками, могли бы стоять бить дальше? Ну, а они бы закончились, типа там все дела. Может, по Т4 тебя могут свапнуть. Ну, может, да. В любом случае, вот сейчас действительно у нас ПВЕ. Игра превращается в серьезное ПВЕ в исполнении команды ЕГЭ. А опытные ли игроки в World of Warcraft у ЕГЭ, как ты думаешь? Смогут ли они раскайтить правильно этого босса? Боссы, я думаю, в принципе, можно. Можно попробовать. Но, понимаешь, тут как раз фишка в том, что обычно если ты в ВОФе приходишь с уже готовыми артефактами и скиллами, то здесь артефакты еще нужны. Да, артефакты нужно еще заработать. Еще не оделись достаточно для этого данжа, ребята, из ЕГЭ. Да, да. Слишком маленький уровень шматья. Ну, может быть, может быть. Ну, Этернал Энви тринадцатый уровень. Ну, уровень тут не важно. Надо бить барак. Ну, не тот барак бьет пока Энви. Да ему на самом деле пофиг. Он может вот так вот стоять и бить его, а ему никто ничего не сделает. Ну, да. Мы это, кстати, уже видели на этом турнире. Правда, не в исполнении секретов. Я вот не помню, кто это исполнял. Когда... А, это исполняли OG как раз. Когда стоял... Зубаилд. Поймал три копья, почти умер. Пипеди умирает. Да, Пипеди умирает здесь без шансов. Ничего не успеет сделать. Хотя дал стан по Энви. Пошла драка дальше. Тамба стоит. Проседает ЕГЭ. Нет, слушай, не умер там Пипеди до сих пор. Слушай, Тамба там уже двадцать пятого у бачка. Да, да, да. И проблемы серьезные. Слушай, Энви. Энви пошел в драку. Энви дерется с Сортизи. Энви дерется с Сортизи. Энви идет с Сортизи серьезно. Энви продолжает драться. Энви убили первый раз. Но там уже минус три. И теперь можно убивать еще Пайлайдай. Да, Пайлайдай должны убить. Пайлайдай на живой прячется. Пайлайдай тоже погиб. Энви нужно убивать. Энви нужно убивать. Четыре ствола. Четыре ствола его просто избивает. Ну еще немного. Да. Замечательно. Справились. Тамба простояла до последней секунды. Она просто умерла, да, от старости. Она умерла от старости. От коррозии. Ребят, а вот так играть в доту нельзя. Огромное количество хп у Фира. Это значит, что дикей было навешано на Энви там очень-очень много. И не помогают все вот эти миссы. Но все правильно. Как убить пати соперника? Когда в пати падают хилы, дальше... Ну, дело техники. Да, да. Дальше счет уже идет на секунды. Сколько ребята там смогут выдержать. И тут так и произошло. Тут этот тамбай. Я просто смотрю, думаю, блин, ее же вроде раньше часто так убивали. Там хусик переключается. Там пять ударов. Все, до свидания. А тут ты просто смотришь. Первый зомбак. Второй зомбак. Третий зомбак. Четвертый зомбак. А все. А драка переместилась от тамбы. И они просто вгрызаются в эти мягкие тушки, там, Даззлов, Виндрейнджер. И все. И все умирает. И это жутким образом неприятно. И это жутким образом неприятно. И, понятное дело, счет 20-20. Это было, кстати, и на первой, и на второй карте у нас какой-то момент был счет 20-20. Разница по деньгам 500 голды. А по ХП впереди команда. Злые гени. Чемпионы мира впереди. Ну вот, видишь, они просто суммарно чуть лучше фармят. У них чуть более распределен фарм. То есть, если у Сикрет 21 с половиной тысячи нетворсов сосредоточено в двух игроках, то у EG, например, в трех, да? Если так можно уже сравнить. Плюс четвертый недалеко ушел. Энви идет дальше. Энви хочет закончить сейчас. Энви не хочет затягивать эту игру, когда Эмбер всех убьет. Энви прекрасно знает, что Эмбер убить – это рабочая строта. Да. Но сейчас нет Аэгиса. 1200 денег. 1200 денег в кармане – это мало. Кстати, Артур. Артур нечинский, да. Артур. Улетает Артур. Вот. Так нагло полез. Я уж подумал, что сейчас, если на Артура прыгнуть, то это может все закончиться очень-очень печально и плачевно. Но Артур знал. Он понимает, что слишком далеко забежал. Мне интересно, зачем ему Огр Клаб? Артуру? Угу. На БКБ, наверное. БКБ. Интересно. Ну, не знаю. Если… А может быть, он хочет сделать себе Али Барду? Да ему вроде… Не. Или Сильвер Эдж? Во-первых, Сильвер Эдж – он очень крут. Реально очень крут против Ускара. Во-вторых, Али Барда тоже неплохой артефакт, если уж на то пошло. Слушай, Сильвер Эдж – это вообще просто… Ну, не, Сильвер Эдж – это верх всего возможного. Но фишка в том, что, ну, типа вот этот Shadow Blade собирать, поэтому иногда можно начинать собирать Сэнджа. И Артизи может пойти именно этим путем. Сейчас собирать себе Сэндж и потом просто… Ну, больше ХП, опять-таки полезно, а потом… Нет, Сильвер Эдж сам по себе артефакт очень крутой. То есть за свои деньги это действительно очень классный артефакт. Тем более против этих пацанов. Да, против этих пацанов он вообще, ну, шикарный. И, конечно, эффект Инвиза, он может быть не всегда совсем юзабельный, но и статы хорошие там, и атак спид, и дэмэдж, и вот это минус сорок процентов исходящего дэмэджа всего, вот цель, по которой ты ударил первый, плюс отключение пассивки. Ну, это все очень-очень-очень круто. Ну, против Хускара, вы сами понимаете, что как бы… Это единственное, наверное, что дает спасение. Ну, это да, это очень-очень-очень хороший артефакт. Поглядим, будет его собирать Артизи или, может быть, все-таки Блэкенбар. Там, кстати, Артизи сейчас в МВЗ заходит. Слушай, а выносит тем временем Юниверс Аганим у нас на Найт Сталкере. Двадцать восьмая минута Фейзы, Аганим, Мидас и Юниверс. Ну, блин, как же Найт Сталкер, это от команды ЕГО заезжает. На первой карте был у нас Фир, на этой карте, на третьей карте Юниверс. Очень-очень качественно. Ну, вообще, ЕГЭ сейчас грамотно сплитят. То есть, Артизи прямо на вражеской территории, прямо под базой, с вертушки забирает пачку крипов, просто уходит. Так, там у нас погибает Эмбер Спирит в центре, подставляет Исмаил. Исмаил. Ну, что ты еще сказать. Верочка, прыгнул, слезал, убил. Да, все очень просто. Исмаил сам хорошо знает, как работает этот герой. И прекрасно понимает, что подставляться не стоит. Баттлфьюри только-только появилась недавно у Сумаила. Кроме БФ ничего нету. Поэтому, понятное дело, пока дэмэджа у него особо много нету. И вот тут роль, наверное, все-таки как-то быстренько приподсвязать Пупея и не дать тому исполнять в драке. Вообще, может, Юниверс сейчас взять себе за правило просто нападать на Пупея. Ой-ой-ой, Артур! Артур! Шейкл! Артур! Проблемы, Валрус! Панч! Минус, Артур! Да что ж за бред-то? ЕГЭ, ну такие шикарные ж драки на хайграунде и так вдвоем умереть, блин! Да, это очень была глупая смерть. Вообще непонятно, как она произошла. Но сейчас байбэк надо делать. Да, конечно, там только что погиб Сумаил, и ты идешь туда что делать? Фарми? Еще два секунда Рошана, боже. Ну да, да. Ну что же, есть глип. Ну либо минус сторона, либо байбэк. По-другому не получится. Переждать свап. Есть байбэк, стан Венви, пошла тамба. Тамба хорошая позиция, надо уйти с секретом. Надо уйти с секретом, есть глимер. Да, 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 ну все, все. А не получилось синфицировать? Ну или получилось? Не-не-не-не, байбэк сделан, никто сюда не пойдет. Без тамбы, от тамбы далеко, никто тут драться не будет. И все. Все, можно идти на Рошана, наверное. Байбэк выбили, денег много потратил Артизи, было у нее 2400, покупает себе сейчас Сэндж. Тамба скоро закончится, вот осталась пара секунд, вот она тамба упала. И Барак доносит Этернал и Энви понемножку, по чуть-чуть шейкл почти сработал. 8 секунд до свапа. Но свапать Энви далеко тоже не имеет смысла, просто что бьет Барака Энви, так и сделал Энви. На нем висит просто 25000 разнообразных аур, проклятий, бафов, дебафов и всего чего только можно. Ну, это реально похоже на рейд, когда вот просто все делается на одного игрока, когда его полностью забафают и он идет всех убивать. Ну а тут-то он даже на втором месте по Networx, что самое интересное, не стоит забывать, что рядом есть Windranger, который... Оооо, есть свап, есть свап, хорошо, но ДПТ выживает, Энви, Энви пошел ультимейдж джиггернаута, он был заюзан, Энви пошел в драку Энви. Есть заюзанный с одной и с другой стороны Гардиан Грифс. Ну и все, Энви начинает убивать людей, он просто убивает одного за другим. Есть очередный ФТ, Сумаил, купи, умирает. Артур умер без Звайбека, Сумаил без армии, Сумаил без армии и умирает. Энви тоже умирает. Да, это минус Энви, возвращается Звайбека, Сумаил срезает, Windranger triple kill от Сумаила. Сумаил, боже, как ЕГЭ дерутся. Как же не дерутся, потеряв Артизи без байбека, оказалось, боже, как же сейчас все тяжело. Потеряв Сумаила, которого задизармили и быстро убили, в итоге они переворачивают драку. Опять-таки отыгрывает просто феноменально Фир вместе с ППД. Ну и Рошан. В общем-то, ЕГЭ потихоньку возвращаются. Да, видим, что если Сикрет нарушают порядок действия во время драки, и нет Грейва, или нет хорошей связки с Фокус Файером, или еще что-то из этого идет не так, то, соответственно, накрывается медным тазом вся драка команды Сикрет. Потому что все построено на конкретном эпизоде. Хускар бьет Грейвом, бьет 5 секунд. Окей. Дальше что делать, когда вдруг этот план не получился? План Б был, Виндрейнджер, но Верка сейчас тоже толком ничего не сделала. 10-3-11 у Вихи, стата просто шикарная. И Хускар приобретает себе ривер. Будет это Сатаник для него. Ну, вряд ли это будет Тарас. Ну, хотя, кто его знает. Может, Тарас? Ну, Сумаил выбрался со дна. В итоге после этого три полкила. Конечно, он получил там не слишком много денег просто потому, что вынужден был сделать байбайк. Он там что-то 200 голды в плюс. Но левел хороший. И мы видим то, что он уже совсем близко ко второму месту в своей команде. Даже к первому. Да, у него там 500 голды разница между тремя героями. А это уже неплохо. Ну, суть в том, что придется сейчас быть очень осторожным ЕГЭ. Потому что у основных героев кулдауны на байбэк. И вы понимаете, что какая-то смерть Артизии либо Сумаила просто-напросто закончится тем, что им снесут в сторону 2-3. Так, может стоит сейчас, не знаю, пойти попробовать самому кого-то убить? Ну, как вариант, если где-то далеко от базы. Даже если ты умрешь, то ты умрешь далеко от базы. У Сатани! О, боже. Это Сатаник. Что с ним теперь делать-то? Сустав от Пайлайдая. Глимер от Пайлайдая. Глимер от Ускара. Еще больше сейвов. Да жесть, 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 жесть. Я не знаю. Но посмотрим, правильно ли все кнопки нажмут. Это очень важно. Что, один хуск мы видели. Он может, конечно, серьезно покоться там ребят. Но могут с ним справиться. Пока Иго еще могут совладать. Но с каждой минутой становится все тяжелее и тяжелее. Вот этот Сатаник, он может изменить все. Идут дальше по Миду, ребята, и Сикрет. Надо сейчас понимать, что у Сумаила две жизни. У Энви жизнь одна. И будет тяжелее пробить просто в лобешник. Но зажимается Сикрет. И это, наверное, Иго, извините, наверное, важно для Сикрет. Остается Артизи совсем чуть-чуть нафармить до появления у него... Ну, еще половину. Половинку, да. Половинку. Да, да. Половинку еще Сильвер Эджа. Вот он. Так, Смоки Сикрет. Кого-то ищут? Ну, никого они здесь не найдут. Ну, выехали, выехали только на нижнюю линию. Но Артизи сразу же делает топ-аут и оказывается на базе. Ну что, Бараки надо донести, сказал Энви. Не знаю зачем, но, видимо, надо. Да? Да, но байбека нет. Ни у Джиггернаута, ни у Эмбир Спирита. Еще, там, две и три с половиной минуты, соответственно. Хотят этим как-то воспользоваться, но, опять-таки, хотя бы выбить Аегиса две минуты тоже. То есть, пока пропадет Аегис, будет уже байбек. Должны про это прекрасно понимать. Секреты. Тут ответка. Ответка под Даркнессом. На варде просто бегают. Все просто на варде. Энви первый. Энви. Связали. Энви продолжает драться. Бросил Виталити на себя. И будет ли прыгать? Нет, не будет. Очень боится сам Энви тоже рисковать. Не хотят ЕГЭ в чистом поле драться, чтобы все разбежались. Это им совсем невыгодно. Мы помним в прошлый раз перед хайграундом, как они занервничали, когда вдруг начали разбегаться Сикрет и пытались их удержать всеми силами под хайграундом. Мол, ну идите к нам, ну подеритесь же малость. Давайте возле тамбы. Что же вы как-нибудь мужики? Ну да, да. Чуть не по-пацански-то поступаете. Мы вот ману тратим там. 24-24 счет. Боже, какой ровный матч. Какая игра, ну кто бы здесь не проиграл, это что-то счет. Да, на протяжении всего матча максимальное преимущество было там в районе четырех косарей голды. Четыре тысячи золота. Это совсем ничего. Ну да, это копейки, учитывая там 36-ая минута игры. Это совсем нечто, действительно. Да, по Экспе там есть преимущество, конечно, у команды ЕГЭ, но это такое, это не суть важно. Этернал Энви. Тысяча голды опять-таки сверху. Дожидаются потери Аэгиса. Ребята из команды Secret, наверное, после этого куда-то пойдут. Потом постараются еще до этого как-то виха, может быть, спайлайт дайм, либо просто в соло виха сделать какие-то пик-оффы. Как-то вот так, ну как же четко они действуют, быстренько крипа убили, они понимают, никого не видно на карте, нельзя здесь находиться. Очень долго. Ну вот он, Darkness. Даже вард до них не достает, можно просто на него жмакнуть там в миде. Вообще ничего не видно. Вот только-только Universe его скушал. Просто вообще ничего не видно по Darkness. Ну, Артур подпушил линию, пошел Universe, побегал еще, гем у него, кто хочет какие-то варды найти. Ну, EG грамотно использует свое вот это тактическое преимущество. Я говорю, конечно же, про Night Stalker с его тьмой. И, в принципе, грамотно-грамотно раскачивают, заставляют Secret'ов зажиматься, хотя Secret вроде как выглядели в последнем замесе несколько сильней. Но тут пока рано говорить о том, кто сильнее. Тут все равны. Аэгис пропал. Байбека нету у Сумаила. Ну, зато есть он у Артизи. И, наверное, этого должно хватить. Команде EG. Ну, тем более Secret, походу, вряд ли пойдут куда-то, пока не дождутся еще одного Roshan. И Басыра, Эгис для VR'ки и Ахускара – это прям ультимативные два супер-артефакта. Тут SolarCrest ответный. Хорошо. Тут Петра Клинкова. Купил-продал, купил-продал. Ну, что-то пораскладывал, да. Да. Варды тоже себе докупает. Так вот. Артизи, 2900. В принципе, почти готов уже к SilverRage, если это будет он. Ну, я почти уверен, что это будет SilverRage. Ну, это понятно тоже. Вообще вариантов быть не может. Да, да. Тут реально вариантов быть не может. Ну и Сикреты. В Invisia у нас Windranger. Да, ничего не видно. Да, маленький Vision. Да, надо как-то вместе находиться. Тяжело это делать. БКБ собирает VR'ка. А Хусик тем ремнем приобрелся Plate Mail. Ну, вот. Арморыч – это тоже неплохо. Да, собирает себе Кирас очень скоро он. Да, но он пытается сплитить EG. И Universe в чужом лесу тусуется. В принципе, с гемом. Он понимает, что его никто не видит. Потому что все Родум попутно ломает. Появляется также Владмир у Замбака. Хорошее тайминговое приобретение. Перед, возможно, одним из последних замесов. Очень круто. Под Джаггера, под Сталкера, под Дембера. Под всех вообще идеально заходит. Ну что же, 8, 5, 9. Пока стата у Envy. Ну, вообще, если честно, то вот даже при том, что Ускар имеет, допустим, ну, будет иметь там 150 этого белого урона, он у него почти весь уйдет. Просто потому, что Винга может в один прекрасный момент умереть. И все. Ну да. Пиши пропало. Значит, не надо ее трогать. Пусть ее забирает какой-то Dazzle. Саша, Яша, зачем, Артур? Зачем? Это же самый бесполезный артефакт, который можно придумать. На 40-й минуте, да. То есть ты мог собрать SilverEdge, ты мог купить Bashar на эти 3000, которые были. Не, может он... Не, потом, конечно, можно. Да, потом можно. Я не спорю. Ну, реально можно. Типа разложить, и с Сэнджи собрать себе SilverEdge, все такое. Но SilverEdge уже мог бы быть прямо вот сейчас. Ну, ладно, может быть. Мессия. Я согласен, я согласен. Тут SilverEdge было бы полезнее, но может быть ожидает, что драки прямо сейчас не будет, что может быть живучесть. Ну, я не знаю. Вот это странное решение. Ну, это реально странно. То есть оно вообще ничего не добавляет с Энджин Яша. БКБ появляется у ВРК. На 40-й минуте, когда ты покупаешь с Энджин Яшу, да. Это объективно бред. Ну, прям вот совсем бесполезно. Прям совсем бред. У Сумейла да и Даллас. Молодец. Сумейл знает, что делать. На байбэк, конечно, не хватит, если купит прямо сейчас. Ну, можно просто в себя демонедж и как-то вокруг Рошана уже крутиться. Да, можно хотя бы с демонеджем. Как-то вокруг Рошана надо уже выдумывать что-то, потому что позиционка здесь будет очень важна. И третий Рошан. Ну, на самом деле, Secret немного рискует. Почему они рискуют? Потому что ЕГЭ находились в аналогичной ситуации. Они играли против Эмбера в гиперлоите. В котором тот просто собрал зверо 1 и убил всех. Я про первую карту как раз вспоминаю. Так вот. А неужели Secret не понимает, что с ними может произойти ровно то же самое? Хорошо. Хуск выживет. Команда умрет. И там как раз команда может умереть за полторы секунды. И Хускару будет уже очень неприятно, если хотя бы там дазл какой-то скуклиться. Поэтому в интересах Secret сейчас немножко попрессовать. Возможно, подраться даже. Ну что? Рошанчик. И уже Secret вокруг него. Уже Secret хотят 45 секунд. И осталось ждать здесь. Стоит тут реминант Сумаил. Заранее прислал сюда его. Свой остаточек. Ну и 3700 у Артура. Очень много денег. Да, не знает, не знает пока что еще себе сделать. Возможно, ждет какой-то информации по тому, какие артефакты у Хускара. Сумаил на байпэк пока ему не хватает. Он купил Дейдалус. Да, он купил Дейдалус. Ему 700 голды не хватает. Но Дейдалус это серьезный геймчейнджер в такой ситуации. Потому что ты свой урон повышаешь на нереальное количество. Да, ну и в драке скорее всего заработает до того, как умереть. 640 голды. Пошли, пошли, пошли. Курьер 1800 умер. Шекл связали. Ни Артура, ни Сумаила. Ушли. БКВ включает Виха. Пошел Энви. Пошел Энви в драку. Энви пока стоит далеко Мизри. Пупе очень хорошая позиция. Пытается убить Тамбу. Энви дерется до конца вперед с ребятами. Тамбу убили не очень хорошо. Это все для ЕГЭ. Потому что Артузи поймали. С вам отлично. Просто Питер Даггер красавчик. Кто его убьет? Теперь вопрос, кто его убьет? Все хотят его убить, но в итоге Питер Даггер... Надо убить Пайлайдаю, а убивает его Энви. И у Энви пока... Ну проклятие есть на 36% демэдж срезан. Мало демэджа. Надо уйти. Ну да, там 140 атаки остается. Появляется Валингдаггеру Туском. И Рошан. Хорошая дака была. С одной стороны, с другой стороны хорошая. Было выдано, суммарно там 6,5-7 тысяч урона. Погибла одна Винга. Четко кайтят и свап своевременный. И казалось, что Артур уже после того, как ультанул, получил Шекл, скорее всего, не выживет. Но... Всегда есть Винга. Всегда на сэвить. Сыр Аэгис. Сыр Аэгис. Слушай, и то, что к нам подходит сейчас Лос с Версутой, который комментирует в следующую игру, неужели они намекают на то, что здесь... Ну, не знаю, не знаю. Да, не знаю. Мне кажется, рано, рано делать такие выводы. Сразу, пока вас очень много, никуда не уходите. Потому что после этого матча, после короткой паузы, нас ждет последний матч сегодняшнего дня. Супер важный матч. Малый пенал Лозероу, как его называют. OG против Ехоум. Последняя надежда Китая. Ехоум. И зайти действительно тяжело. То есть, крипы, несмотря на то, что они сильные, все равно погибают очень быстро. Так, ну что же. Да, третий результат с конца. Слушай, Яша Джаггерна. Вот это. Появляется Джебелин, который превратится потом в башер. То есть, никто у нас раскладывать Сэнджин Яшу пока не собирается. Вообще, я тебе скажу так. То, что в курице, которая на 1800 погибла, там был талисман ворота. Талисман оф увейджен. Да. И это был талисман оф увейджен сталкера, у которого уже есть Сэндж. То есть, это была алебарда готовая. Ага. И все могло сложиться вообще совсем иначе. Потому что Энви мог просто стоять. То есть, подожди. Через две минуты будет алебарда. Через минуту. А если еще будет Silver Edge, через минуту, да. Будет, конечно, очень хорошо. Савенс на Энви. Знает, что он хотя бы не прыгает. Он очень сильно мистует. Да. Энви пытается кого-то связать. Уходит Виха. БКБ не прожал. Энви продолжает бить. Энви свапнули очень далеко. Энви. Не забываем, у него есть Сыр. Если что, Энви. 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 Пока все хорошо. Виха пытается убить Тамбу. Сыр нажимает. Энви нападает на Питера Даггера. А зачем ты это делаешь? Потому что... Слушай, Виха убил Фира. Сейчас убьет Тамбу. Ой-ой-ой-ой. Питер Даггер. Питер Даггер. Тамбу не убили. Потеряли Aegis. Артизин выбегает из драки. Да, это минус линия. Это минус линия. И все. Но это не такая уж большая проблема. Эта линия уже давно упала, фактически, для меня. Но и тут продолжается зомби-апокалипсис. Тамба, опять-таки, сейчас просто закончится. Слушай, ну могут попробовать напасть, потому что Алибарда уже есть у Юниверса. Можно пробовать просто нападать на Энтернал Энви. Юниверс подходит и вешает Алибарду. Ой-ой-ой. Погибает Юниверс. Надо выкупаться. Артур, выкупаться. А нету Юниверса. Боже, а почему же так? К чему они дождались до конца этой тамбы и потом напали? Да, хорошо. Фисты расходятся, но Энви, Энви пока неумолим. Он просто ломает базу. И по-прежнему жив Пупей. По-прежнему в шикарной позиции. И Тинни ждет момента, чтобы помочь. Падает вторая сторона. Team Secret очень близки от выхода в гранд-финал. Игает падение в сетку Лузеров. Да, горит, горит вторая сторона. Нельзя уходить. Вообще нельзя уходить отсюда сейчас с Энви и компанией. Они не уходят вроде как. Я имею в виду на третью сторону тоже надо идти сразу. Свап. Свап. Энви. Получил станк. Крутится на него. Тут прыгает Виха. Добивает барак. Энви. Энви. Связанный там Питер Даггер. Проблема у Питера Даггера. Забить на него надо Энви сейчас. Нет. Он погибает и забирает его Хускар. Да, мало дэмэджа сейчас у Энви, но это ему не мешает. Тидратов тут много увидит. Он сжигает его за другим. Ну вот он Артизи со своим Сашей Яшей. У него нет Вайбека. У него нет Вайбека. Да, конечно нет. Тут ничего уже нет. Тут уже все очень плохо. Конечно, Сумбур огромный. И Сумаил пытался повасть. Сумаил тоже без Вайбека. Сумаил. Сумаил. Сумаил за Мизери идет. Улетает. От Энви. Ну и уходят. Уходят секреты. Уходят потеряв ВРку. Надо уходить. Будет догонять команда ЕГЭ. Побежал Артур. Артур сам не слэшем. Надо ему достать хоть до кого-то. Артур сам не слэшем. Надо ему достать хоть до кого-то. Артур сам не слэшем. Но Мизери страдить не хочет. Пошел дальше Артур. Хорошая скорость. Да, нет. Эту Энвину толку нету. Вот сейчас будет у Мизери. Отбегает. Красавчик. Дальше. Разрыли. Ну Пайлайдая бы забрал. Пытается уйти на Пайлайдая. Пайлайдай форстав. Убили Пайлайдая. Застанился МЧ. Энди. Он уйдет. Он уйдет. Двух сторон нету. Да, нет двух сторон. Нет команды. Нет ничего сейчас. Вообще у ЕГЭ ситуация крайне плачевная. Да, не позавидуешь ребятам. Видим, что не могут справиться. Вот этот Джаггернаут он просто невнятный. То есть у него нет ничего. Ни урона, ни хп. Это 1700 хп для Хускара это просто фарш. И 300 атаки против такого Хускара это тоже вообще не показатель. Это Саша Яша испортила все. Почему не SilverEdge? Ну, не знаю. Вот будет скоро МКБ. Может быть кто-то это объяснит. Там где-либо недоедалось появляется. У Вихи. Да, ну МКБ понятно. Там ВР-ку срезать. В принципе хорошая штука. По Хускару попадает. Ну как же не хватает SilverEdge-а-то? Да? Не хватает. Может быть Артур. Ну я надеюсь наши аналитики нам объяснят почему. Ну потому что может мы что-то теряем из вида. Ну я пытаюсь найти какие-то недостатки. Но смотрю надпись Enemy Damage Reduction 40%. В принципе норм. Ну плюс снятие пассивочек. Ну это самое главное снятие пассивочек-то. 32 урона. 30 атак спида. Ну. Да, ты не получаешь мув спида. Вот в чем дело. Но по всем остальным параметрам SilverEdge вообще ничуть не уступает России. А так же бегает в драке. Так же бегает просто. Он просто неистово бегает. Он прям и вперед, и назад, и влево, и вправо. А как ноги ломает Хускару? Ты видел просто? Я видел. А Хускар как боится сразу. А Хускар-то трепещет. Да, трепещет. Просто трепещет перед Джаггернаутом. Плачет. Прям поджилки трясутся. Таблицу байбека я просто не выключаю, потому что это единственное, что имеет смысл на данный момент в этой игре. 49 минута. 30 на 26. Двух сторон нет у Evil Genius. Чемпионы мира. Напомним. Чемпионами мира они стали, выйдя из Лазеров так же, проиграв в финале Винеров так же. Проиграли до не 0-2. Ворвались на Артура. Артур отходит. Шардами закрыли билька. Боже. 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 Свап. Артур. Артур живи. Артур ушел в ультимейт. Пока живой. Ультимейт по Envy. И Артур уходит. Артур уходит. Тамба стоит. Надо убить Тамбу. Отжали отсюда EGS. Забирает Тамбу. Да, но без Тамбы уже тяжеловато. Да, просто нужно уходить на верхнюю линию. Закидывает на себя Индор Виталити сейчас Кускар. Да, разбирается еще и с крипами. Перетягивается на топ EG. Понимают то, что это основная цель Сикретов. Будет ли еще какой-нибудь высвап? Нет. 20 секунд до него появляется Monkey King Bar. Наконец-то. Тут просто all-in. Все надо закупать сейчас. Потому что вот 2-300. Просто пофиг. Что-то Эмберу можно купить. Неважно. Все равно buyback в cooldown. Тамбы нету и не будет еще 29 секунд. Это очень много. Глифа нету. Будут мега-крипы, если сейчас же не начнут драку. Так, кусик, кусик. Далеко. Получает сайленс. Мизери. Артези драться вообще собирается. Какая вертушка? Че ты там крутишься? Чувак тебя просто убьют за время действия этой вертушки. Ой-ой-ой, Фир, Фир, Фир. Ну неважно у него все равно. Питер Даггер спасает Фира, но он погибает. Питер Даггер подставляется сам. Артур ударил по Envy, но потом такой, блин, у меня же нет SilverEdge. Зачем я по нем ударил Артези в таверне? Ребята, как бы нам бы не хотелось. Чемпиона мира и всей американской доте, но это good game. 2-1. Team Secret в гран-финале первого в истории Мажора. Зал взрывается заслуженно. Молодцы. Да, да, очень круто. Ну, Артур, на самом деле, там еще Алибарду в последнем замесе получил, поэтому тоже ничего не смог сделать. Но поздравления, поздравления, естественно, команде Secret. Сейчас вы увидите, сколько людей вообще в зале за них болеет. Зал уже прилично так набит. Я смотрю второй ярус посередине. За, с одной, за нами, прямо перед нами. Ну, реально полностью уже забито, только по углам нету. Ну, это типичный, типичный зал. Да, один, два, в упорной, в упорнейшей борьбе. Secret одержали победу. Ну, а она от этого, естественно, еще слаще.